Самый прожорливый не всегда значит самый большой. Среди насекомых тоже существуют свои рекордсмены по поеданию белка. Наш сегодняшний гость яркий тому пример. Встречайте жуков-плавунцов семейства водных насекомых из отряда жесткокрылых. Вообще семейства плавунцовые включают в себя целую кучу видов. Они встречаются по всей Европе и на значительной части Азии. Жуки и их личинки проводят большую часть жизни в воде, хотя взрослые особи прекрасно летают, несмотря на свое название. Имаго, то есть взрослая особь, достигает в среднем трех с половиной сантиметров, а вот их детки вымахивают аж до шести. Но, вне зависимости от размера и стадии жизненного цикла, плавунцы являют собой настоящий ночной кошмар для обитателей вод. Казалось бы, безобидная озерная букашка, но насекомые без труда охотятся на добычу значительно крупнее себя, других членистоногих, головастиков, рыб и даже друг на друга. Держать местные водоемы в страхе взрослому плавунцу позволяют крепкие острые челюсти и дерзкий нрав. Наметив цель, жук-плавунец быстро, дерзко, как пуля резко нападает, цепляясь лапками-присосками и челюстями в добычу. Если же добычи маловато, плавунцы кидаются на лягушек и тритонов. Эта насекомая реально охотится на животных в несколько десятков раз больше себя. Понятное дело, что один плавунец не осилит такую добычу, поэтому хищные насекомые нападают на земноводных толпой. Одно насекомое, хорошенько цапнув ничего не подозревающую лягушку, призовет целый рой своих сородичей. От десятка голодных и разъяренных плавунцов жертве уже не спастись. Хотят любви жуки-плавунцы согласны их поведению. Нередко этот интимный процесс заканчивается смертью одного из партнеров. Брачный период начинается с первыми теплыми деньками. Выбрав подходящую самку, самец устраивается, цепляясь за скользкую спинку лапками-присосками. Казалось бы, ничего необычного. Вот только сам процесс происходит в воде. И если самец, будучи сверху, еще способен дышать, то вот его девушка нередко тонет. Все потому, что дышат и личинки, и взрослые особи не жабрами, а атмосферным воздухом. Причем и мага хранит его запас под над крыльями, как аквалангист в баллоне. Если же все прошло успешно, удачливая дамочка откладывает яйца в мягкие ткани растений. Однако взрослые особи, жука-плавунца, по сравнению со своими личинками, просто дужки. Даже внешние деточки выглядят довольно устрашающе. Охотится эта красота из засады. Причем ест этот малыш намного больше своих родителей. Столько еды ему нужно, дабы успешно окуклиться. У личинки нет ротового отверстия. Дети жука-плавунца впрыскивают пищеварительные соки в тело жертвы по каналам, проходящим внутри серповидных челюстей. Затем личинка буквально высасывает полученный суп из растворенных тканей и органов жертвы. От несчастной добычи остается лишь пустая оболочка. И да, личинки плавунцов считаются самыми прожорливыми озерными созданиями. Наев достаточное количество жарка, личинки окукливаются. Для этого им приходится выбираться на сушу и зарываться в землю. Повзрослев, тираны подводного мира возвращаются в свою обитель, дабы продолжить сеять страх и панику среди местных обитателей озер. Кстати, съесть человека жук-плавунец, конечно же, не способен, но вот сделать ощутимо неприятный кусь – это всегда пожалуйста. А какие насекомые больше всего нравятся вам, напишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова